Welcome, 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 дорогие друзья! Тревор Генри слишком громкий. Что у нас там сейчас-то? G2 с флэш-вульфами только что отыграли. Результат встречи мы немножко будем спойлерить. А для тех, кто помню, вот мне писал, что почему я спойлерю теперь результаты, потому что от этих результатов зависит все, что будет дальше происходить. Поэтому я не могу не обращать внимания на предыдущую игру. Сейчас у нас будет играть команда из Вьетнама, Фонгву Буффало, против команды Тим Ликвид из Северной Америки. Американцы вчера сыграли отвратительно. Если позавчера простительны были эти поражения, они проиграли команде СКТ, проиграли команде Инвиктос Гейминг, это было ожидаемо. То вчера они вообще ничего не смогли сделать против команды Флэш-вульф и также ничего не смогли показать против команды G2. Беззубая игра Бот Лейна, пустая игра Икс Митти. И импакт, мне даже казалось, что единственный, кто играет. Ну и Дженсен, который, такое впечатление, из четырех мидлейн дуэлик проиграл три. Причем проиграл, а не просто отстоял там в минус по фарму. Именно что проиграл. Ну что ж, давайте смотреть, получится ли у команды Тим Ликвид сохранить шансы на продолжение в этом чемпионате борьбы. Сам же Капс сегодня после матчевого интервью сказал, что он считает, что они команда номер два и будут пытаться занять позицию номер один, Best of 5, всякое может произойти. Первое место, он считает, будет команда Инвиктос Гейминг, но они попытаются их перебить третьими. И он оценивает команду СКТ и, наверное, весь регион. А Тим Ликвидов он все же считает посильнее, нежели Флэш Вульфы и команда Фонг Ву Буфала. Но надо, чтобы сами Тим Ликвиды в это тоже начали верить, потому что складывается впечатление, что они уже сами не верят в то, на что они способны. Ведь действительно этот коллектив приехал, и на него большие надежды возлагали американцы, американские болельщики. Именно Старика делают в команде Тим Ликвид. Это забавно, что одна из двух их побед была именно сделана благодаря Тарику и Соне. Минус Джейса Пазаросу. Ну, скорее всего, Пазаросу и будет вестись работа. Мелиодас у нас вернулся. Много сейчас все разговоров идет, где был Мелиодас. Если бы он был сразу, возможно, команда не была бы 0-4 и бла-бла-бла. Вроде как Мелиодас был болен, а вроде как и нет официального подтверждения, что он был болен. Многие пишут, что он был сик. Другие говорят, что это все чушь. Просто его заменили, потому что не был он готов. Ведь он проиграл команде тот же самый. Получается, Тим Ликвид 0-4 уже... Ой, 0-3, 0-4, это как раз-таки добавил у нас Жухау поражение. Но поглядим, как сегодня получится у команды Фонгву Буффало. Пока результат вьетнамского коллектива против Норд-Америки коллектива 0 побед, 4 поражения. И сейчас, возможно, будет 5-е поражение в этой серии. Ирелия на ферст-пике для Зароса забирается. Акали у нас была забанена, вместе с ней забанен был и Сайлос. И нет, передумали они насчет Ирелия. Начали думать о Райзе. Два сильных чемпиона у нас остались открытыми. Даже три, можно сказать. Но сейчас их, скорее всего, команда... Тем Ликвид будет забирать. Это Ноутилус. А, кстати, теперь три этих чемпионов все еще открыты, потому что Джарвана забирает все же команда Фонгву Буффало для Мелиодоса, его любимого Джарваниуса. Любопытно, но Иксмит как раз-таки может сейчас сразу взять себе Олесника. И при этом можно добрать себе Ирелию. Нет, они решают играть Варуса. Варуса с Тамкенчем. Ну, если уж забирать Варуса, то, наверное, стоит его сразу же забирать с саппортом. И саппорт... Здесь даже приоритетнее должен быть поставлен, нежели Адекере. Но Варуса они забрали, потому что есть комбинация очень страшная. Варуса Джарвана, и Хана пугает. На этом команда Фонгву Буффало тут же забирает в себя Райза, и к этому Райзу вполне вероятно, что могут добавить Ирелию. Нет, они КП хотят взять у Импакта. Они не верят, что Импакт может сыграть чем-то другим. Нет, побаиваются, добирает Галлио. Просто показали. Я понял, они такие делают маленькие вбросы, команда Фонгву Буффало. Они хотят, чтобы сама команда Темникет путалась с чемпионок, поэтому они показывают немножко чемпионов, которые еще есть в игре. Но, мол, смотрите, вы этого забыли. Не забудьте, это еще есть тоже чемпион. Галлио и Райза. Комбинация неплохая для сплитпуша, плюс Галлио с Джарваном ориентируется неплохо, но приоритет у команды Темникет ушел в лесника сейчас. Не в Ирелию, не в соло-линию. Они полностью забрали себе, получается, концепт тройки, но нам не показали, какие два чемпиона будут с этой тройкой отыгрывать. Может быть, это будет темфайтовая комбинация через Кенана на топе, и Ирелии на мидлейне. Может быть, это будет вообще что-то другое, типа через кетч-сетап, ведь Варус и Сиджуани под кетч-сетап тоже хорошо заходят. И, например, они сыграют сейчас Синдру на роли мидлейнера, и к этой Синдре добавят стоп-лейна тоже какой-нибудь СЦ-эффект. Погляди. ГП был запанен, а здесь запанен, запанен, да, забанен. И Калисто забанила команду Темникет, потому что Калисто-Галли довольно сильная комбинация. Я думаю, что Бикора тут в любом случае не хотела играть Калисто. Она только будет разбивать им их комбинацию, потому что Калисто не может так скелиться в лейтгейм, как это делает команда Фангва Буффало своими уже чемпионами. Лучше брать просто отпушивающего АДшника. Под отпушивающим идеально, конечно, здесь подойдет Северка, но я ее все рекламирую, как говорится, а ее все не берут и не берут. Я даже не знаю, когда Север возьмут. Азира банит команду Фангва Буффало, испугавшись комбинации Азир-Варус. Она очень сильная тоже. Но Азир, кстати говоря, еще и Райза может немножко поддавить в начале игры. Минус Кайса делает команда Team Liquid. Показывает Зеда, которого убрать, конечно же, они не собираются. Сейчас забирать им желательно топ-лейнер, и это все же Кена. Ну все, понятно. Team Liquid уходит в тимфайт с неплохим лейтгейм-потенциалом. Лейтгейм очень сильно может быть в зависимости от мидера, а может быть и просто в среднем сильности. Тут имеется в виду Кассиопея, если это гиперлейт. Если берется Синдра, то средний лейтгеймовый сетап. Если берется Ариана, то просто лейтгейм. Понимаете, у каждого чемпиона свои бонусы, ну и свои минусы. Если они, конечно, возьмут сейчас Ассасина на мидлейн после этого всего, то это будет странно. И, как обычно, никто не берет Север. Почему никто не берет Север? Что у вас не так с Север? Я не знаю, почему они ее так ненавидят. Все команды. Очередная команда, которая отказывается от Север, добирают они себе Эзо и к этому Эзо добирают Ариану. Но раз это Ариана, это будет скиллвейс матча против Синдры. Я думаю, не пойдет команда Тимликет в риск играть Кассиопея, потому что тяжелый матча для Кассиопея в начале партии, потом дико легкий. Также они не пойдут играть в Early Pressure на Ариану. Просто возьмут Синдру. Сидят, думают, Тимликет показывают Зеда, но показывать они могут все, что угодно, а тренер Тесеноз заставит Зеда. Нет, все же рискнули, ребят. Все же пошли в риск. Команда Тимликет решает получить гиперсильную линию на мидлейне, которая будет как бы ознаменовать нам победу лейнинг-фазы за командой Тимликет, но в связи с этим довольно средний мидгейм у обеих команд будет и проигрывать будет команда Тимликет, потому что у них аутскеллится раз, два, три. Три чемпиона аутскеллится, два чемпиона, в общем-то, примерно одинаковыми остаются. Ну, ладно, я за аутскеллится Варусом тут, признаю. Противостояние мидеров-неудачников на Уле Дженсен. Но Дженсен на этом чемпионате не выиграл еще ни одного мидлейна, мне так кажется. Так что вполне вероятно, что ты прав. На Уле он просто не может выиграть ни одного мида. Сейчас поглядим, конечно же, на руны, может там какие-то оригинал-стронг-билды будут от Орианы, опять с книжками, тогда ее не будут убивать на линии, но она будет довольно слабая в лейтгейме, либо Лебланка у нас пойдет тоже во что-нибудь такое странное. А что, я Лебланку с Граспом видел, я серьезно видел ее? Лебланка с Граспом, которая на линии постоянно в тебя прыгает, дает по тебе кушку и прокает Грасп. С Клиптоманти мы видели Лебланку в чемпионате Европы. Не помню, кто ей сыграл, но тоже прыгали, кушкой спамили и постоянно золото зарабатывали. Кто видел новое фото? Я видел новое фото, черсет. Я видел новое фото Арии у меня на канале. Выложил это я вам в Инстаграм и в Факебук, и в ВК Бук, или ВК Ком, как он там называется. Женсов первый день же хорошо отыграл, но он не выигрывал линию, он просто хорошо отыгрывал и показывал великолепную механику в тимфайтах. Под выигрышем линии я подразумеваю давление на игрока и призыв лесника оппонентов, типа «Спаси меня!» Приход, точнее, лесника оппонентов с задачей спасения. Просто Дженсен говорит, а почему Капсу можно брать Ассасинов, а мне нет? Я тебя удивлю, но Дженсен на этом чемпионате сыграл из пяти... Не, шесть игр уже сыграно, шесть игр. Дженсен сыграл один раз Арианой, один раз Синдрой, три раза Акали и один раз Лебланкой. Что-то мне подсказывает, что Ассасинов ему дают чаще, чем контроль магов на этом чемпионате. Вьетнамцы смогут урвать победу? Не уверен. Все же стабильную Ленинг Фазу решил выбрать на Уль не победную, имеется в виду с книжкой. Не то, чтобы это была победная, но, по крайней мере, у него была бы возможность и телепортацию, и барьер, и экзоста, и гонать, и брать по КД. Но был бы довольно слабеньким он в лейтгейме. Взял он Пушинку, которая будет усиливать ему щиток, соответственно, Лебланка вряд ли будет его убивать. Ну и все остальные руны мы тоже видим с вами стандартные. Тогда получается, что у нас? Ленинг Фаза уходит за, получается, командой Фонгву Буффало Ли. У них проигранная линия на топе, проигранная линия на мидлейне, но при этом у них лесник сильный, который может все поменять. Зарос, конечно, пока тут еще чемпион, потому что на первом уровне у Райза больше урона, чем у Кенона, но он переагрил на себя задних крипов, и они все это исправили. Своими шестью автоатаками, я не уверен, что это вообще выгодно было, потому что импакт даже впереди теперь по фарму идет. Правда, импакта зазонили от опыта, то есть второй уровень точно возьмет Зарос быстрее. Так вот, лейнг фазу я все-таки поставлю за командой Темлик, это 55%. Мидгейм я ставлю за командой уже Фонгву Буффало 55%, и лейтгейм за командой Фонгву Буффало 60%. Вот такие вот цифры. Я все же считаю, что не самая крутая комбинация получилась у команды Темлик. У них классная комба Сиджуани, Кенон, Варус, но тут непонятно, зачем им Тамкенч нужен. Тамкенч обычно берут, чтобы Синдра хорошо, себя чувствовал, чтобы Ноктюр на себя хорошо чувствовал в игре, либо усиливать вашего сплитпушера. Здесь у нас ловит бедного Кенона, и это минус импакт. Левел 2 ганг, через флэш Зарос делает по нему рунпризм, в этот рунпризм спокойно делает прокаста Миллиодас, и килл зарабатывает команда из Вьетнама. Но они в лейте же еще ни разу не выиграли. Ну, кстати, да, может быть из-за этого, кстати говоря, ты прав, молодец, молодец, парень в чате. Я-то исхожу всегда из оценки просто не игроков, а чемпионов. Всегда провожу такую роботскую оценку. А ведь если задуматься, команда Team Liquid вспомнила, что команда Фангва Буффало дико зеленая в early game, и надо было усилить early game лейнинг фазу себе, поэтому они взяли себе Кенона в Райза и взяли себе Лебланку в Ариану. Тогда, да, тогда, да, это понятно, почему так было сделано. Хоть это и будет довольно слабый лейт, ну, не то чтобы прям совсем слабый невозможно выиграть. Выиграть все равно возможно, но слабовато. Просто для того, чтобы сейчас не было никаких проблем. Правда, как видите, все равно убили у нас импакта. Но он сам виноват, на самом деле. Он должен был заранее поставить вард, прикрыть себя от этого потенциального левел-два-ганга. И Иксмейте делает левел-два-ганг теперь уже свой, только это левел-три. Ганг по Науле снимают, они с него клинс, но флэш не получилось с него снять, и из-за этого вряд ли Дженсен сможет убить Науле в ближайшее время. Дженсен подпушивает довольно большой пак крипов. Имеется в виду, что Науле сейчас по фарму с ним в равенстве находится. Дженсену надо как-то не дать Науле залосхитить эти крипов. Будет ли он пытаться по нему давать проказ, пока тот забирает телегу? Да, делает. Так очень многие поступают. Ребята, каждый раз, когда вы пытаетесь залосхитить телегу, вы внимание свое именно на нее отводите. И самое главное, вы не будете пытаться уворачиваться от заклинаний. И Дженсен этим воспользовался, сделал небольшой врыв, снял Науле больше половины уже здоровья, но без присутствия Сиджуани все равно за товар давить он не сможет. Мелиодос расставил тут два пинкварда, и Ксмити первый находит пинквард. Там впереди второй, и сейчас Караб спалит ситуацию. И Дженсен поймет, что здесь только что был Джарваниус. С первого бэка, кстати говоря, Ксмити решил покупать не Санфайр, хотя, возможно, ему денег совсем не хватало так сильно. И он решил купить пинквард, ботинок и рубикристал. С пинквардом это понятно, это обзор, это расстановка контроля карты, это все ясно. Но вот ботинки обычно Сиджуани все же не берет на первый уровень. Мне кажется, здесь как будто он боится, что может куда-то не успевать постоянно. Ксмити по вардам гуляет, просветку дает, находит вардецкий. И сейчас будет, наверное, еще выбивать тот пинквард, который стоит. Но можно уже пойти его выбить. Ты все равно показал свое местоположение, какая разница. Очень боится Ксмити проверить этот куст. Но в этот момент Мелиодос организовывает убийство дабллифта. Проглатывает его в последний момент. У нас Коджи Джей, выфлашивается Коджи Джей вместе с дабллифтом. Получается, два самунирспела потратил Коджи Джей, но килл делает дабллифт! Минус Галлио, который Афтершок прокнул. Но как только Афтершок закончился, дабллифт на стакенной пассивке своей через W, которую он набросал на противника своими автоатаками, снимает их кушкой и наносит тонс оф дэмэдж по Галлио. Паллет расстроился. Только я Паллету дал хорошую оценку. Забавный сегодня, ну, каждый день у нас получается игровой... Ладно, подождите, давайте Назероса посмотрим, как его будет тавардавить. Импакт Соди по всему будет выходить. У него есть книжка, нажимает ульту, проносит тонну урона, а Икс Митти потанковал. Крепы умерли. И теперь будет попытка номер два затавардавить, но уже через Дженсона. Дженсон зарабатывает убийство, Икс Митти только и танковал. Не было еще шестого уровня у Паллета, он только четвертый. Бежал на топ-лей, но спасти своего топ-лейнера никак не смог. Так вот, что я рассказывал. Каждый день у нас аналитики, как только начали команды эти играть, составляют так называемый топ-5 игроков. И сегодня в топ-5 игроков этого турнира раз аналитик, который отвечает за ЛПЛ и регион, поставил трех корейских игроков. Точнее, даже четырех корейских игроков, если быть точными. Но три игрока из команды СКТ. Он поставил руки. Бум! Он поставил руки как лучшего игрока, поставил капса как еще одного лучшего игрока, поставил фейкера. И вот таким образом добился уже трех мид-лейнеров. Ну и дальше добавил еще Клида, лесника команды СКТ. И добавил Тедди, кстати говоря, Декери команды СКТ. Вот в этот список лучших, по его мнению, игроков этого чемпионата. Ему даже начали спрашивать потом его коллеги, мол, а кого почему-то саппортов вообще ни одного не вспомнил, почему у тебя вообще три получается мидера. Ну ладно, там сейчас флекс-пики идут, некоторые мидеры могут и на топе сыграть, раз он топера ни одного не отметил. Но тут вопрос к нему встал, а где саппорт-то хоть какой-то? И он такой, а я вообще такой следил за двумя саппортами, за CoreJJJ и за как раз таки СКТшной матой. И они меня так подвели, что больше я не верю в саппортов. Но есть такое. Естественно, всех хайпят мидеров никому нет дела для топеров. Да тут и никому нет дела до саппортов, судя по всему. Когда официально один из аналитиков говорит, что я весь турнир следил только за двумя саппортами, они играют как бы плохо, и мне неинтересно дальше было оценивать, кто будет. Но я вот говорил, что Палет, мне кажется, в этой команде, в которой он играет, конятное дело, у него дисадвентаж по сравнению с командой Invictus Gaming, но он лучше играет, чем Invictus Gaming саппорт. Тедди Имка чуть ли не главное разочарование MSI. Я считаю, бот-лейн суммарно команда СКТ это главное разочарование Е, потому что Мата много ошибок делает, а когда ты начинаешь линию с того, что твой чувак там, твой саппорт, извините, натворил уже минус 3 вам, убийство на бот-лейне. Сложновато что-то показывать, согласись. Я не говорю, что Тедди все равно играет идеально. Нет, у него тоже море ошибок, но я также вижу у Джеки Лоуа, который в каждой игре, чуть ли не в каждой игре, совершает фейс-чек и просто так умирает. Он же вообще не прошел, по-моему, ни одну игру с перстой КДА. Знаете, как в хоккей сейчас идет чемпионат мира, вратарей постоянно хвалят за то, что они там вот отстоят на сухую. Но надо еще не забывать, что защитники тоже многом помогают. Ну а некоторые вратари, даже когда твоя команда делает там 5-0-6-0-7-0, ну там сильная сборная против слабой, когда играет, все равно умудряется какую-то дурацкий гол пропустить. Если такое. И вот мне кажется, что дурацкие голы как раз-таки пропускает Джеки Лоу постоянно. Ну а что касается вот этого момента с защитой, саппорт Мата, он чуть ли не худший вообще саппорт на этом чемпионате. Рядом с ним Коржи Джей находится, они вдвоем на этой позиции. Делят ее, я не знаю, кто из них хуже. Палет однозначно, вот топ-1, топ-2. Палет вообще красавчик. И кто-то мне уже писал, что мгновенно Кирея команда Мисс Фит купила, ребят, себе. Вроде как его уже рассматривают в основной состав европейского коллектива Кирея, помните, да? И Руина тут же тоже команда Мисс Фит выкупила у команды Фенер Бахче. Фенер Бахче двух игроков из своего состава, основного уже потеряла. Это я к чему веду? К тому, что вот команда Фангву Буффало, она, конечно, вьетнамский коллектив, и вьетнамцам не так легко с точки зрения политики попасть в Америку, попасть в Европу. Но если такая возможность появится, вполне вероятно, что по лету какой-нибудь топовый клуб может купить себе. Команду Фангву Буффало еще можно отметить Зероса и Миллиодаса. Вот они классно отыграли, но опять же на фоне, как говорится, того или иного. То есть Миллиодасу помогает именно Зероса на уль отыгрывать так хорошо в одиночку. Он действия тоже, конечно, умеет делать, но не так прям супер. Ну а Зероса были игры, где он и проигрывал. Тот же самый Руин его победил. Так что... И на этим ульестоперами это всегда легко найти сильного топера. То есть топера это, наверное, самое легкое, что всегда найти можно команде, которая вот собирает себе состав с нуля, просто пробежаться по топовым ладдерным игрокам, потому что топера научить ставить парочку вардов и найти синергию с лесником – это главная проблема. А все остальное, если ты топер, ну, в ладдере находишься очень высоко, ты, скорее всего, по механике и есть тот самый топер, который нужен. Потому что там чисто индивидуальный перформанс идет. Там не от команды зависит, не от видения карты и всего остального. Ну, кроме, наверное, каких-то случайных случаев, когда человек играет там, ну, это уникум, только Триндомира или там только Шена. Я тут недавно набрел, когда смотрел TF Blade по Европе, когда он ходил тут. Парень в топ-15 ладдера, только Шена играет со странным билдом. Но он только Шена играет. И ты понимаешь, что это топ-15 ладдере, но такой игрок никому нафиг не сдался. Ну, его переучивать, переучивать и переучивать, еще не факт, что он останется в топ-15 Европы после этого. Руина еще никто никуда не взял. Откуда инфа, что его купили в Мисс Фит? Но мне кто-то написал в личку, я не перепроверял. Сразу говорю, я не перепроверял эту информацию ни про Руина, ни про Кирея. Мне написали, что Руина и Кирея уже купила, ну, или рассматривают на драфте сейчас команда Мисс Фит. Ричным Шеном играет. Ну, да, да. Мисс Фит и премьер, все верно. Но если они закрепятся в челленджер-команде, то вовс-нову тоже попадут потом. Ты же сам понимаешь. Это же их фарм-клуб. Понятное дело, что никто сразу в основу прям брать без проверки даже не будет. Ну, такого точно не произойдет. Что-то тихо в игре. Не похоже на Вьетнам. Неужели хотят в лейте идти и выиграть? Но они, ну, как бы, фактически фунгу Буффало должны прекрасно понимать. У нас лейтгейм сетап. Мы сейчас выбили себе 3-2 комбинацию. 3 керри, 2 танка. 2 танка это Галлио и Джарван. Ну и 3 керри. 2 ability power, 1 AD-шник поукающий. Плюс у нас есть еще возможность через райзер сплитпушить. Правда, вот здесь как раз там Кенч может сыграть злую шутку. Он своими телепортами может помучить. В общем, фунгу Буффало, если не совсем, как говорится, безумцы и слабоумцы, и отвага, то они должны понимать, что им лезть никуда сейчас не стоит. Дженсен не попадает здесь цепью по Наулю. Вообще, они просто фармились. Вот 14 минут. 2 убийства было организовано командой Team Liquid. Один на ганге Эмилиодаса неудачно. Второй на ганге Эксмите удачно. И стяжечка у нас идет сюда. И еще один был килл. Да, не забывайте, Эмилиодас тоже удачно организовал голган. Все пока. Пока все. Бычки понимают, что раз Team Liquid 4 раза сливали себе игры, то нужно просто менять стратегию, ждать, пока они сольют себе игру. Да, если так задуматься. Ну ладно, 4 раза они не сливали сами себе игры. Один раз все же их победили на самом деле. Но уж 2 раза точно команда Team Liquid сами себе приносили поражение. Но я вижу, что Team Liquid пока решили эту партию играть вообще без ошибок. Четко забрали Дракона. Забрал Геральтку, потом Эксмите, пока Дракон был на откате. Спустился вниз, поставил под эту вышку Дракона. Это как раз очень похоже на ту партию, которую Team Liquid сыграли в первый игровой день против команды Flash Wolf. Flash Wolf всю игру сидели, ждали ошибки команды Team Liquid. И какой-то фильм сразу вспоминается. А, это не фильм, это была шутка в КВН. Пусть ближе подойдут. Там они пушку типа выкатывали. Пушка из из-за кулиса выезжала, я помню, картонная пушка, типа танк. Пусть ближе подойдут, потом будем кидать гранаты. Пусть еще ближе подойдут. Ну и в итоге пушка прямо до головы уже доехала, и все. И как бы уже кидать нет смысла. Так и здесь. Flash Wolf и тогда ждали, ждали, ждали этой ошибки. Так ошибки не произошло. У них 3 ингибитора минус. И Team Liquid уже пушат с Нашором против 3 ингибиторов. Окей. Давайте постражаемся. А, нет, что-то как-то поздновато походу. Ну и то же самое вот в этой пока партии. Ждут, ждут, ждут Фонг Буффало. Ведь они могли продолжить сноубол на топ-лэйне организовывать. Тот, который был вот где Кена против Райза. Ведь Кена сначала можно было замучить, но забили на эту линию. Один ганг сделали. Дальше еще один раз пришли. Все, тут у нас телепортация идет. Коржи Джей пытается поймать. Ну вот хоть что-то организовали. Ариана дает ульту, но отфлашивается Коржи Джей. Дает ульту. Галлио приземляется сверху. Но теперь выживет ли Коржи Джей? Выживает Коржи Джей. Нет, все же он погибает, ребят. Последний момент импакт дается ульту, но промахивает себе всех игроков, потому что они отфлашились. Импакт пытается попасть с кушкой не выходит. Ну вот. Это те ребята, к которым мы привыкли, но делает врыв Джей. Пытается убить миллиону, 7 урона не хватает. Апалит уходит Джоннио. Прячется от него внутри песочных часов. 2-2, но вышка на этом была потеряна. Это вот чем-то похоже на то, что вчера пыталась сделать. Ой, Джей. Джей ловит. Пытается нанести урон вместе с дабллифтом, который с флэша дает эту кушку. Они добивают такие Ариану. Так вот. Это больше похоже на то, что вчера делала команда Тем Ликвид. Когда они вместо того, чтобы просто фармиться, решили организовать всю же битву. И организовали ее, убили игрока. Такие, ура! А, стоп! Мы сейчас за это потеряем двух игроков? Не, наверное, это не стоило тогда нам делать. Я не понимаю, почему все лесники не играют как Нинк по Кадаганге и убийство даже бесит, когда берут лисейное фарм и 15 минут, а потом проигрывают. Ну, не все лесники и Нинк, как подсказывают мне ответы логики. Но тут я с тобой соглашусь, что иногда можно действительно играть только через ганги. Но я могу тебе рассказать минусы, почему через ганги не стоит всегда играть. Не все ганги завершаются успехом. Смотри, какая ситуация есть в Лиге Легенд. А ты можешь зарабатывать стопроцентное золото за лесника. Согласен с этим? Под стопроцентным золотом я подразумеваю, что ты не боишься, что лесник оппонента придет к тебе, потому что ты с ним можешь дуэлиться. Например, тот же самый Лисинг, Синжао, Рик Сайка может дуэлиться. Ну и тот же самый Сиджуани иногда тоже способен. Джарван способен. Ты можешь зарабатывать стопроцентное золото со своего леса, если ты будешь просто фармиться. Могут ли тебе помешать? Нет, не могут. Следовательно, ты за 15 минут заработаешь стопроцентное количество золота, стопроцентное количество опыта, которое есть в игре. Плюс, пока ты фармишься и все это, ты все равно создаешь обзор, у тебя есть там доли секунды времени для того, чтобы лесник оппонентов совсем не наглел, и есть еще возможность иногда прийти на контрганг, если ты прочитал ту или иную ситуацию или увидел на вардах какие-то действия оппонентов и идешь туда, прикрываешь. То есть, у тебя есть 100%, плюс еще какие-то возможные вероятности, там 10-15%, добавить себе опыта или добавить себе опыта либо золота. Если же ты только гангаешь, ты максимум, что будешь зарабатывать из своего леса, это в районе 40-50% золота и опыта. Почему? Потому что каждый раз, когда ты гангаешь, ты не забираешь один кемп, ты не успеваешь его банально забрать, ведь это ты время тратишь на ганги. Теперь, значит, получается, что тебе надо, чтобы ганги были успешными, и на этом успешном ганге, как бы ты парадоксально не звучало, но ты будешь зарабатывать не так уж и много, если только киллы только тебе не будут доставаться. Вот и выходит, что многие игроки, они предпочитают less risk, high reward, то есть меньше риска, больше бонусов с этого всего. Я лучше буду фармиться и останусь как бы при своем, а иногда даже еще что-нибудь за контрганг, как здесь, иксмити пришел из-за тавердайвил топера, и если ты перемотаешь на назад, ты увидишь, что в этот момент у иксмити ничего не было в лесу, и он ничем не рисковал, он либо бы пошел на рекол и 20 секунд еще там в носу ковырял на базе, либо вот можно эти 20 секунд поставить под вышкой и сделать опыт заработать. Он там ассист еще, по-моему, урвал, да, в тот момент. Как бы логично, вроде да, вроде нормальная тема. Ну и вот так вот многие лесники до сих пор пытаются найти вот эту вот синергию, вот эту истину, знаете, что лучше, гангать нон-стопом и все же добиться своего, уничтожить линию оппонента, но при этом ты потерять можешь все, если у тебя ганги будут неудачные. Соло-ку эта война идет до сих пор, потому что многие люди, которые никогда не были в лесу, они вообще не понимают, почему ганги не идут там постоянно. Но когда ты заходишь в лес, ты начинаешь понимать, что, а почему у меня третий левел, а у него почти шестой уже. Я же вроде два ганга организовал. Да, но с этого ганга вы с первого сняли флэш, а потом ты посидел в кустах полминуты, вышел еще раз и убил не ты, а твой союзник. Вот и все. У тебя третий уровень, а у того лесника почти шестой. Много бы выиграл ты этим? Ты этим себе вообще ничего не выиграл. И все, и ты дальше проигрываешь, проигрываешь и проигрываешь. Как будто на классе побеждают. Team Liquid, но он без ошибок играет. Это именно та игра, за которую Team Liquid и назвали одним из самых сильных коллективов за всю историю Америки, который приехал на международную сцену. Вот такой вот титул длинный им дали. Дженсеп прыгает по Бекору, Бекор вынужден отфлэшиваться, и здесь Палет рядом оказался. Он в стан, конечно, сейчас попадет, но успеет, мне кажется, прописать свой прокаст. А-а-а, здесь стан сначала идет от Эксмити, потом еще один стан идет от Эксмити с ультой, и Бекора, которого нет флэша, тоже убивается. Это, ребят, на шор баф за командой Team Liquid. Легкая партейка, скучная, но легкая партейка за ними. Зато Ганги помогает союзникам. Иногда эта помощь может оказаться медвежьей. Особенно это касается именно, что соло-ку. Мы не знаем на 100% чего хочет твой мидер, топер, бот-лейн в тот или иной момент. Есть игроки, которые любят тоже только фармиться. Например, он играет на, не знаю, на Ренектоне и любит только фармиться. Он не любит убивать. Он любит выфармливать предметы, а потом делает ротацию на бот-лейн или на мид-лейн. А ты приходишь к нему с Гангом. И он к этому не готов, он никогда этого не делал. Вы вроде организовали убийство, но он потерял на этом флэш, из-за этого он не может потом сделать ту самую ротацию, к которой он привык на шестом уровне делать ее. И в итоге в данный момент, когда это сработало, все довольны, но уже через несколько минут все будут в шоке, потому что лесник оппонентов будет сильней, а твой топпер, он не знает, как сноуболить игру, потому что он привык все время просто фармиться. И это не его вина, то есть как бы у него такой стиль игры, он им побеждает. Ты же просто не знаешь, как он побеждает обычно на топе. Ты знаешь, как вроде должен побеждать рейнектон, но это не означает, что это всегда правильно. То есть есть много вариантов, как действовать тем же самым рейнектоном. Есть некоторые рейнектоны, которые обожают тимфайты, есть рейнектоны, которые обожают с фланга заходить, влетать в оппонента, получать тонну урона и уезжать назад на своей ешке. Есть такие игроки. Кто там сорвал Виви, почему он рассказывает только про ганги? Да, я как лесник и саппорт могу вам много чего про это рассказать, поэтому целую теорию, знаете там, 40 минут, 50 минут, час, могу об этом базарить. Кто-то сорвал пленку. Пленку закрытия вот этого рассказа. Два темы на счет с нашурбафом. Команда Темник, Кедзерос дает ульту, чтобы туда ворваться, но хорошая комбинация, только Коджи Джей все это дело отменяет. Проглатывает своего дабллифта, выплевывает его уже в сторону, дабллифт промахивает свою ульту, прилетает Кеннон, которого надо спасать, но не обязательно, потому что у него есть Жуаня. Стяжка Арианы неплохая, ответ на килл они сделают, но скорее всего на этом и закончится все вьетнамское. У Дженсона есть еще прыжки, даблкил уходит к Смитти, хотя все это делал Дженсон за Наулем, продолжая так с Митти бежать, Дженсон отпустил его, не идет за ним уже. Пойду в лес, гангать только с 15-й, буду и скажу, что меня Виви так научил. Нет. Я так как раз таки не учил. Я говорил, что есть разные концепты игры, и ты должен выбрать свой собственный и придерживаться своей, как говорится, идеи. Я стараюсь в Солоку, вы много раз видели, когда я играю в лесу, ситуативно выбирать. Я не могу на 100% знать, как играет мой Ренектон. Поэтому я всех Ренектонов на автомате приписываю к тем игрокам, которые пытаются победить линию. Но если я вижу Насусу у себя на топе, даже если этот Насус всю жизнь пытается убить только человека на линии, а не фармить кушку, я буду его приписывать к игроку, который фармит кушкой. Просто стоит и фармится. И не лезет в сражение. И вот эти вот моменты иногда в Солоку приводят к поражению, потому что я посчитал, что Насусу не нужен ганг. Он хочет фармиться. А Ренектону нужен ганг. Ну и просто взял двух этих, к примеру, чемпионов. Потому что они обычно такими и являются. То есть Ренектон это жутко агрессивный, а Насус жутко пассивный. Но сколько раз было такое, что у меня там Насус кликай, ты иди сюда, здесь фрикилл. Я смотрю на него, он четвертый уровень. Какой нахрен фрикилл? Даже если это и фрикилл, зачем он нам? Стой, фарми кушкой. Если это фрикилл, значит он тебе не угрожает. А раз он тебе не угрожает, пусть ты будешь фармиться. Я не хочу привлечь внимание оппонентов на эту линию. Я хочу как раз таки не дать леснику оппонентов ничего сделать. И так далее. А к Ясу как ты относишься? Когда я играю против Ясу, я всегда отношусь к ним как фрикилл. Всегда их только гангу. Это моя ненависть. У нас здесь еще один ол-ин идет по дабл-лифту и еще один неудачный ол-ин, скажем прямо, потому что опять Коржи Джей по той же самой схеме проглатывает игрока. Джарван дает ульту, но эта ульта ни к чему не приведет. Трипл келл! За дабл-лифтом? Нет, все же Дженсен делает этот келл. Стяжка Арианы не попадает по Дженсену, повел головой, понимая, что, по-моему, я в контрпике играю только что, ребят. Вы увидели, чем контрит Лебланка Ариану. Ариана ничем попасть по Лебланке практически не может. Ну что ж, Тиэллы делают полный пи счет для команды Фонгвы Буффало. Науля в последний момент пытается убить и еще остается с 3-14, 3-15. Полный пи был разорван, но ничего страшного. Для команды Фонгвы Буффало не получился. Тот стиль игры, который они не исполняли ни разу на этом чемпионате, он и не должен был получиться. Ну, я считаю, что если вы играли всю жизнь как-то, то вряд ли вы по-другому сможете поддержать победу, особенно над коллективом, который сильнее вас изначально. Надо играть было опять агрессивный сетап, надо было к этому Райзу добавлять Джарвана нормально, но вместо Арианы брать тоже агрессивного медлейнера и агрессия, 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 агрессия. Только о ней. Как они играют весь чемпионат. Зачем тренер пытается что-то с командой замудрить, тем более, что как только вернулся Мелиодос, они вчера одержали первую победу и потом, правда, проиграли, но проиграли-то они Инвиктос Гейминг. Клин игра, реально вот чистенькая игра от команды. Тим Ликкет могли бы даже без смертей обойтись. Две смерти у них было на лейнинг фазе, обе смерти такие не совсем удачные, ну и одна смерть потом там в тимфайтах, где Кеннона с тяжечкой, помните, Ариана такие смогла убить. Она там дала ульту по пяти игрокам, задела троих, и Кеннон как раз из Жонни вышел уже умирая. Идем на перерыв, ребят, после этого перерыва будет продолжение МСА, где будет поинтереснее игра, и во многом она будет интересна не только потому, что играть будут будущие, как кажется, чемпионы, а потому что G2 сегодня выглядели очень сильными и добавили они к своему пику еще Дрейвена расширять. Мне нравится, что команде G2 они расширяют свои горизонты с каждой игрой. С каждой игрой все шире и шире становится пробка, да? Еще новый даймин. Ну я имел в виду пробка, которую надо затыкать команду G2, потому что у них слишком большой пул чемпионов, иначе они вас... Ну ладно, никто не понял.